Рейдинг-код, пренч-код, ковер-код знакомы с терминами? Какие модели пальто выбрать? Также в этом блоке рассмотрим разнообразие классической обуви. Я Александра Пинкевич, автор курса по морскому стилю. В курсе собран личный опыт работы с ателье и дизайнерами от Москвы до Нью-Йорка. В любом деле, требующий мастерства, лучше доверять эксперту. Так поступают успешные бизнесмены и политики, мои постоянные клиенты. Честерфильд – это имя графа и название модели. Появилась она в 19 веке из тех пор не менялась. Имеет потайную застежку и иногда бархатный воротник. Поло. Очень похоже на ольстер, но может быть с поясом или без. Застежка однобортная или двубортная на шести пуговицах. Лацкан заостренный. Рукава реглан. Реглан. Пальто появилось благодаря хорошей идее фельдмаршала Сумерсета Реглана, который, чтобы скрыть ранения, переделал рукава. Крой клича оказался удачным. Он защищал от проникновения капель дождя. Пальто даффлкот произошло от офицерской униформы. Это альтернатива куртке. Она узнаваема по застежкам-клыкам. Капюшон даффлкота защитит от непогоды. Хорошо согласуется со стилем casual. Бывает в военных оттенках. Королевском темно-синем, бежевом хаке. Тренчкот, так называемое траншейное пальто, унаследовало все детали военной эпохи. Английский отложной воротник, отлетную кокетку, широкий пояс с пряжкой, два ряда пуговиц. Сейчас можно сочетать и с классической одеждой и с джинсами. Существует две разновидности мужских классических брюк. Различие в том, что на одних есть защипы, на других нет. Защипы – небольшие складки ткани спереди от пояса вниз. Обычно делают один или два защипа. Зимние и летние галстуки различаются плотностью материала и расцветкой. Чем плотнее и теплее ткань, тем меньше такой галстук подходит для летнего костюма. Галстук-бабочка. Мода на бабочке появилась после премьеры в Милане в 1904 году оперы «Мадам Баттерфляй». Идея надеть бабочки с черными костюмами принадлежала дирижеру оркестра. Основной материал для производства шляп – это фетр. Он делается из разных видов шерсти. Для хороших шляп обычно используется кроличий или бобриный пух. Хомбург. У такой шляпы одна вмятина и загнутые кверху поля, обшитые лентой. Это солидная шляпа для ношения с деловым костюмом, кашемировым пальто или чем-то официальным. Федора. Классическая шляпа с длинными полями, двумя вмятинами и лентой. Эта модель универсальна. Темная из гладкого плотного фетра с шелковой лентой выглядит совершенно официально. Шляпа должна в целом соответствовать цветовой гамме гардероба, но совершенно не обязательно подбирать ее точно в тон. Хорошая шляпа скрадывает и подчеркивает черты лица. Кепка это легкий головной убор. По функционалу и материалам изготовления он не предназначен для защиты от сильных морозов. Ремесло изготовления туфель развивалось с древних времен. Обувь становилась все более удобной. Со временем начали изготавливать обувь, повторяющую изгиб ноги с помощью специальных стелек. Все больше внимания уделялось деталям. Основные модели – Оксфорды, Дерби и Блюхеры. Шнуровка на ботинках и туфлях может быть открытой и закрытой. Модели с открытой шнуровкой называются термином Дерби, а с закрытой – термином Оксфорды. Плейн Тоу – модели без швов на мысках. Кеп Тоу – модели с отрезными мысками с поперечным швом между мыском и союзкой. Хоулкаты – цельнокроенные туфли, сшитые из одного куска кожи. Лоферы – это невысокие туфли без шнуровки, с низкими каблуками и характерным полукруглым швом. Такая обувь отлично подходит для лета и теплой погоды. Мокосины. Внешне не напоминают лоферы, но менее формальные, более мягкие и гибкие. Каблуки на мокосинах отсутствуют. Монки – это туфли или ботинки с ремешками и пряжками. Они подходят для зимы, потому что верх более закрытый. Ботинки Челси оснащены эластичной вставкой по бокам. Верх обычно гладкий, некоторые модели украшаются декоративной перфорацией. Чака – это невысокие ботинки с открытой шнуровкой, округленными мясами с двумя либо тремя парами дырочек для шнуровок. Топсайдеры. Это специальная легкая обувь для палубы яхты. Характеризуются открытой шнуровкой, двумя или тремя парами дырочек для шнурков, специальными резиновыми подошвами, кожаным или брезентовым верхом. Из-под рилли – это очень легкая летняя обувь, для которой характерны веревочные подошвы, текстильные или замшевый верх, а также отсутствие подкладки. Слиперы. Это комфортные неформальные туфли без шнуровки, которые легко надеваются и снимаются. Они бывают из бархата, замши, тонкой кожи, льна и даже кашемира. Теперь несколько слов о способах изготовления обуви. Ready-to-wear – это готовая обувь. Made-to-order – это обувь на заказ, которую шьют по стандартным колодкам. В этом случае можно выбрать модель, полноту, размер, кожу для верха и подкладки, материал подошвы. Made-to-measure – дорогая обувь. Она изготавливается по готовым колодкам, измененным по меркам покупателя. Стоит отметить, что made-to-order у некоторых фирм допускают изменения колодок и поэтому могут предлагаться как made-to-measure. Беспок – это самая дорогая обувь на заказ, которую шьют по индивидуальным колодкам, которые мастер создает специально для каждого покупателя. Доля ручного труда в этом случае очень высокая. В следующем блоке я расскажу о дресс-кодах в мужском гардеробе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...